Достаточно широкая проезжая часть, пешеходная дорожка с высоким ограждением, пирамидальные тополя по краям. Около 100 метров дороги проложили за счет средств Жемчужной России. Инвестиции на пользу и санаторию, и витязица. У жителей микрорайона под названием «Чайка» появился собственный въезд на дорогу. До этого машины ездили по внутренней дороге лагеря. Это небезопасно. В Жемчужной России летом много детей. Кроме того, у здравницы появился пожарный проезд. Сложностей не было никаких. Мы подготовили проект. Проект получил положительную экспертизу. Подали все необходимые документы в администрацию города. И 15 августа мы получили разрешение на строительство. Полнейшее содействие. Все специалисты всех служб были здесь на месте. В том числе помогали с решением вопросов по разметке, по привязкам. Советовали, что где там посадить. То есть содействие было со всех сторон. Большое спасибо. Александр Сай живет здесь 27 лет. Работал в милиции. Нововведение оценивает в целом положительно, хотя и с оглядкой. С одной стороны, да, удобнее. Потому что та разбитая дорога. Удобнее, да, красиво сделали. Поэтому сейчас удобнее. Но зимой будет, мне кажется, не совсем удобно. Потому что, если моя волга, вот. Она заднеприводная, она уже не поднимется, если будет гололед. Витязицы задумываются о дальнейшем благоустройстве. Есть те, кто считает, что склон, обращенный к поселку, следует укрепить. Учитывая то, что поворот сочетается со спуском, требуется установить дорожное зеркало. Также они просят решить вопрос с освещением новой дороги. Поддерживать контакт с жителями Чайки руководство «Жемчужины России» рекомендовал глава Анапы. Ведь в первую очередь все преобразования делаются для людей. Люди что говорят? В конце концов, это все то, что делали, делали для людей. Люди оценивают, люди довольны. У людей есть несколько вопросов, которые они, как не специалисты, задают. Но наши специалисты снимают. Замечаний больших нет. Они очень довольны. Дополнители они хотят. Детскую площадку. Молодец, что сделал. А тротуар? Молодец. От рождения. Сейчас они хотят дополнительно детскую площадку. Дадите поручение детскую площадку поставить. Дадим поручение. Только скажите, где вы хотите ее поставить. Это пусть они определятся, покажут место, где больше всего. А как? По деревьям. По деревьям. Неплохие деревья, но я хотел, чтобы они не посохли, эти деревья. То есть за ними надо ухаживать. Поливать будет прекрасная аллея. Тополиная аллея тянется вплоть до автобусной остановки. Она, кстати, тоже претерпела изменения. Стала комфортнее и безопаснее. Подвинули. Метра на два, наверное, да? Вот как по нормативу должно быть? По нормативу. То есть это... От кромки дороги до остановки 6 метров. С ГИБДД все согласовано. Все согласовано. Они были, посмотрели. Отлично, отлично. Все замечания, которые были, попросили еще больше, что-то отодвинули. Мы отодвинули, по ихним поручению уже по размеру все делали. Все правильно сделали. Ну, надо тут заканчивать, опаловку снимать. Подготовьте проект благоустройства здесь. Проект благоустройства. Я попрошу вас своими силами наведем здесь немножко порядок. То есть оно уже все такое здесь не очень свежее. И плитка, все. И по проекту посмотрим, и что сделаем. Не против. Юрий Федорович поблагодарил руководство «Жемчужной России» за выполненное поручение. Продолжение следует...